ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перспективы социального предпринимательства обсуждают сегодня в Архызе с участием представителей всех регионов Северного Кавказа. Этот форум должен дать региональному бизнесу новые инструменты для успешного развития. Дорогу скорой помощи. Карачаевские сотрудники ГИБДД искали нарушителей, не пропускающих машины со спецсигналами. Я хочу стать пожарным. Выжить и спасти. В ряды спасателей Карачаева-Черкесии влилось молодое пополнение. Кадиты из Черкесии готовятся стать профессиональными пожарными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накануне в Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с первым заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. Они обсудили вопросы повышения эффективности бюджетной политики в республике, в частности, детали формируемого бюджета на будущий год, а также финансовую обеспеченность расходов на реализацию приоритетных нацпроектов и майских указов президента России. В этот же день Рашид Тимрезов вручил ректору Московского финансового университета при правительстве Российской Федерации нашему земляку Михаилу Скиндарову высшую госнаграду республики – орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесией. Как подчеркнул глава региона, эта награда справедлива оценка многолетнего труда Михаила Абдурахмановича и его отношения к своей малой родине, своим землякам. Также Рашид Тимрезов поблагодарил весь профессорско-преподавательский состав университета за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики Карачаевой-Черкесии. Социальное предпринимательство и его перспективы. Такова тема форума, который собрал сегодня в Архизе маститых бизнесменов и предпринимателей-новичков как из России, так и из-за рубежа. Сегодня и завтра участники форума обсуждают различные бизнес-проекты, участвуют в мастер-классах, делятся опытом и приобретают его. Участие в столь крупном социально-экономическом мероприятии принимают эксперты из 11 стран Евросоюза, политики и руководители крупнейших бизнес-корпораций. Словом, этот форум уже заявил о себе как об уникальной площадке по выстраиванию эффективного сотрудничества между представителями социального бизнеса и власти. И в перспективе имеет все шансы приобрести всероссийский масштаб. Его участники смогут посетить несколько образовательных площадок, принять участие в работе круглых столов, семинаров и мастер-классов. За первым днем работы форума наблюдал мой коллега Эрнесс Чуков. Ему слово. Добрый вечер, разряд. Если коротко ответить на твой вопрос, то первый день форума в Архизе получился крайне насыщенным. С самого утра гости и участники без раскачки принялись за работу и даже торжественная церемония открытия плавно перетекла в пленарное заседание, в ходе которого сначала всех участников поблагодарили за то, что они пришли, ну и затем уже эксперты рассказали всем желающим про социальный бизнес и как его вести, с какими проблемами сталкивается молодежь, те, которые только начинают вести свой бизнес, как эти проблемы решить, как их избежать, какие меры помощи может государство предоставить. И в общем было очень много как практических, так и теоретических пользы, теоретической пользы от этого пленарного заседания. Помимо этого весь день шли тематические встречи, дискуссии, пленарные столы, круглые столы, дебаты. Одним словом было все, ради чего, собственно, люди сюда и приехали. Но если более коротко, если более подробно о первом дне форума, нам расскажет директор форума Диана Гуц. Диана, так прошел, как вы задумывали первый день форума, или есть что-то, что вы не успели сделать? С точки зрения контента и наполняемости, конечно, форум прошел именно так, как мы планировали. Единственное, конечно, мы ожидали большее количество людей, но зал был полный, и это на самом деле говорит о том, что тема социального предпринимательства, социального проектирования, тема развития регионов, она актуальна. И как предпринимателям, и некоммерческим организациям, представителям органов власти в том числе. Вы видели отклик в глазах у присутствующих? У нас на самом деле были предприниматели, которые действительно искренне благодарили за такую возможность на самом деле послушать спикеров не только там российского масштаба, но и международного, потому что наше сегодняшнее мероприятие, оно межрегиональное, и это первый опыт такой для Северокавказского федерального округа. И более того, мы замахнулись достаточно высоко, потому что у форума статус международного. Мы вот вечером как раз ожидаем на завтрашний день делегацию из 11 стран Евросоюза, которые как раз будут тоже делиться своим опытом по реализации социальных проектов у себя в странах, и, соответственно, искать потенциальных партнеров здесь среди российских предпринимателей, некоммерческих организаций, с которыми они могут сотрудничать и передавать свой опыт. Это мы плавно перешли в завтрашний день. Кроме встречи с иностранными партнерами, назовем их так, какие еще мероприятия будут интересны завтра? Ну, завтра у нас контент программы такой же и остается, как и в первом дне. Мы не снижаем темп, скажем так, по нагрузке. Деловая программа делится на три трека. Это трек социальное предпринимательство, то есть это мастер-классы, семинары, дебаты, действительно, как вы говорили, все, что посвящено именно теме узкосоциального предпринимательства. Трек «Молодежь» — это все, что связано с молодежным предпринимательством, опять же, социальными проектами, с возможностью молодежи из своего социального проекта сделать впоследствии бизнес, да, там, социально ориентированный. И трек «Власть», он ориентирован на институты поддержки предпринимательства, на всех тех, кто в той или иной степени влияет и работает с предпринимательским сообществом, именно с точки зрения обучающего такого мастер-класса, интенсиво-двухдневного, да, чтобы прокачать их, дать им последние новинки, дать им последние тренды, именно в сфере образования и социального проектирования. Спасибо вам большое. Нашим телезрителям я напомню, что это была Диана Гудс, директор форума. Все, что будет завтра самое интересное, вы, как всегда, увидите в эфире нашего телеканала «Азрет». В продолжении темы. 67 мероприятий, 471 спикеры, 10 тысяч участников. Накануне в Москве завершил свою работу Международный форум «Российская энергетическая неделя». От нашей республики там присутствовали постоянный представитель Карачао-Черкесии в Москве Мадина Гогова, вице-премьер регионального правительства Сергей Смородин и министр строительства из ЖКХ Карачао-Черкесии Евгений Гордиенко. Главной целью мероприятия было обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отрасли ТЭК и поиск оптимальных решений в ответ на появляющиеся в современном мире вызовы. В рамках фонда капитального ремонта, проводимого на территории республики, тоже стоит задача повысить энергоэффективность ремонтированных домов. Это основные мероприятия, естественно, это мероприятия по утеплению крыш, фасадов, оконных блоков. И оснащение домов современными системами отопления и современной системами освещения, которые позволят нам повысить энергоэффективность этих домов. Такие площадки позволяют, во-первых, нам более тесно общаться с нашими коллегами, как и с федеральных органов исправления власти, так и с фондом поддержки реформирования ЖКХ. Ну и также, естественно, обмен опытом и с коллегами из других субъектов. И в рамках вот таких панельных дискуссий, в рамках таких обсуждений вырабатываются зачастую определенные решения, которые потом перекладываются на бумагу и находят отражения свои в госпрограммах и программах фонда. Республиканская программа по благоустройству дворовых и общественных территорий продолжается. Наша съемочная группа вернулась из-за ула Либердуковских Хабесского района, где сейчас ударными темпами ведутся работы по благоустройству территории у местного дома культуры. Напомним, что проект «Городская среда» является детищем партии «Единая Россия». И основная его задача – повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента Радима Киут. Зара Бетуганова – молодая мама двух детей. В школу они еще не ходят, и Зара часто приводит их сюда, на дворовую площадку. Говорит, что большой проблемой для нее был недостаток места. Когда окрестные ребята сбегаются вместе на игровую площадку, то многим приходится располагаться прямо на траве. Но теперь эта проблема решена, и свой досуг можно проводить с комфортом, устроившись на новеньких лавочках. Тут особенно летом, выходы и дни, очень много детей. У нас тут также в администрации, рядом с администрацией здания, где проходят различные кружки по тэквондо, по боксу. Все дети приходят здесь, они все играют. Бабушки с внучками, с внуками тоже приходят, они здесь тоже играют. И всегда не хватало места, куда бы сесть людям, родителям. Теперь у нас появились лавочки, очень красивые, аккуратные, где все поместятся, и всем деткам, всем взрослым всем хватит. За две недели ремонта здесь установлено 15 скамеек, 10 фонарей, 12 мусорных урн и уложено более 200 квадратных метров тротуарной плитки. Приятной новостью для жителей аула стало то, что в ближайшее время на площадке будут установлены уличные тренажеры. На этом работы по благоустройству этой территории будут завершены. Где-то мы рассчитываем до конца этого месяца, то есть до 1 ноября закончить все работы по благоустройству и данной территории. Все мы это закончим и в конце отчитаемся. И мы сначала уже и отчитываемся в Министерство строительства и ЖКХ с фотоматериалами, отчеты делаем. И до 1 ноября мы полностью завершим работу. Дом культуры аула Либердуковский, особенно его задний двор, то место, где местные жители привыкли не только приятно проводить свой досуг, но и заниматься спортом. В этом здании сейчас занимается порядка 200 спортсменов. Да и ребята из соседних аулов едут сюда на тренировки. Дом культуры как раз это место является самой серединой аула. Поэтому сюда и собираются, приходят и матери, родители, с детьми играют вечером. И у нас в Доме культуры сейчас в настоящее время действуют. И занимаются спортом, и дети приходят по боксу занимаются, борьбой занимаются и тэквондо. И футбольный клуб у нас есть. Они все здесь занимаются, мероприятия все здесь происходят. И будет удобно и для жителей, и для родителей, и местом отдыха, и местом для культурного досуга населения. Очень место такое подходящее. Ну а в следующем году эти работы будут продолжены. В планах у администрации поселения уложить асфальтовое покрытие по всему периметру благоустроенной территории. Радима Кютра, Дамир Князев, Архиз, 24. В продолжении темы. Работы по благоустройству начались также в Карачаевском районе. На территории минерального источника, прилегающего к автодороге Кубань-Индыш. Облагораживание территории ведется там по поручению главы Карачаевской аркии Серышида Тимрезова. Этот минеральный источник давно облюбовали для себя как туристы, так и местные жители. Но регулярно в период подтопления он становится недоступным для аульчан. Зато теперь строители обещают укрепить там откосы земляного полотна, установить несколько беседок, оборудовать паркинги, даже волейбольную площадку. Кроме того, по поручению Рашида Тимрезова пройдут восстановительные работы на площадке, где располагается камень Харчи у слияния рек Кубани-Худес. А на площадке Северокавказского института филиала РАНХИКС завершилась образовательная программа по развитию Северного Кавказа. Семь групп управленческих команд со всего СКФО презентовали экспертные комиссии свои проекты регионального развития. Критериями для их оценки служили актуальность темы, наличие цели, уровень проработки и умение презентовать проект. А наша съемочная группа побывала на финальной защите. Подробности в нашем сюжете. В свои проекты на форуме в Пятигорске представили все северокавказские регионы. Карачао-Черкесия подготовила проект по модернизации и цифровизации системы государственного управления с целью улучшения системы управленческих решений в органах государственной власти на основе принципов бережливого производства, то есть избавления от ненужных бумаг, а в будущем и вовсе перехода на цифровые технологии. Первое. Мы хотим избавиться от лишних ненужных процедур в рамках работы госаппарата. Второе. Мы хотим создать единую цифровую среду для обеспечения юридически значимого документа оборота между органами власти. И третье. Мы хотим постоянно повышать уровень и качество знаний наших чиновников, от которых порой зависит принятие каких-либо решений. В программе форума были представлены такие проекты, как развитие экономики Чеченской Республики, модернизация туристических зон Кабардино-Балкарии, усиление сельского хозяйства Ингушетии, и развитие внешнеэкономической деятельности Дагестана. Эта программа специально создана для обучения действующих чиновников, руководителей различных институтов развития в территориях. И сейчас она реализуется в масштабах всей страны. После презентации своих проектов участники форума отвечали на вопросы членов жюри, которые затем приступили к оценке проектов. Стоит особенно отметить команду с Карачаева-Черкесии, хотя бы по одной простой причине. Ребята взяли очень сложную, вызывающую очень бурную реакцию в обществе тему. Они взяли тему бережливое производство в органах власти и ставят себе задачу ускорить принятие управленческих решений, ускорить принятие нормативно-правовых актов, в постановлении главы республики. По завершению образовательной программы жюри огласило победителей. Гран-при форума завоевала команда из Северной Осетии. В номинации «Лучший проект» победил Дагестан, а приз зрительских симпатий достался Ингушетии. Каплан Бурлаков, Заурлиев, Архыз, 24. Уступи дорогу, спаси жизнь. В Карачаевске сотрудники ГИБДД организовали профилактический рейд под названием «Маячок» с целью проверить, насколько ответственно наши водители ведут себя на дороге. Пропускают ли они спецтранспорт с включенными сигналами? Как прошла операция и каковы ее итоги, расскажет наш корреспондент Мадина Лайпанова. Машина скорой помощи со включенными спецсигналами мчится по одной из центральных улиц Карачаевска днём в час пик. В плотном потоке автомобилей сразу начинается движение. Водители начинают уступать дорогу медикам, как и полагается в таких ситуациях. Профилактический рейд под названием «Маячок» является плановой проверкой, организованной отделом ГИБДД по городу Карачаевск. Основная его цель – ещё раз напомнить водителям о необходимости уступать дорогу к спецтранспорту, ведь зачастую от этого зависит чья-то жизнь. Если они замечают транспортное средство, спецмашину с включенными пробесковыми маячками, будьте добры, пожалуйста, пропустите скорую помощь, ведь она едет спасать чью-то жизнь, может, даже близких ваших родных людей. Также я ещё хотел пользоваться случаем жителям Карачаевского района. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, соблюдайте меры личной безопасности, пропускайте на пешеходном переходе жителей Карачаевского района тоже. Самое главное – берегите себя, возвращайтесь домой живыми, здоровыми. Стоит отметить, что водители также сознают уровень собственной ответственности. Практически каждый считает необходимым уступать дорогу скорой помощи. В 99 случаях стараюсь всё время пропускать. Если есть на то возможность, конечно, чья-то жизнь, кому-то они спешат, поэтому обязательно пропускать. И всем водителям советую пропускать скорую помощь, потому что никто не знает, куда он едет. Может, к вам домой, может, к нам домой. В целом, по итогу рейда ни одного нарушения со стороны водителей зафиксировано не было. При виде машины скорой помощи все они моментально уступали ей дорогу. Мадина Лайпанова, Заурлиев, Архэс, 24. Быстро оформить государственные муниципальные услуги предлагает интернет «Портал Госуслуг». Этим сайтом в том числе можно воспользоваться при регистрации транспортного средства, получении водительского удостоверения или же загранпаспорта. С каждым днём пользователей этого портала становится всё больше. Ведь это не просто быстро, но и выгодно. Подробнее в сюжете. Портал Государственных услуг вот уже более 8 лет позволяет нам осуществлять общение с сотрудниками различных государственных структур, не выходя из своего дома. С его помощью можно получить практически любую госуслугу, без очередей и нервотрёпки. К тому же при оформлении платных услуг пользователям портала предоставляется значительная скидка. На все услуги, в которых предусмотрена государственная пошлина, имеется скидка в размере 30%. Это такие услуги, как получение замены водительского удостоверения, получение загранпаспорта, получение российского паспорта, регистрация брака и так далее. Андрей Шаманский совсем недавно подавал заявление на получение загранпаспорта и оплатил пошлину в размере 5000 рублей. А через портал Госуслуг сумма к оплате была бы много меньше – всего 3500. И это касается уплаты госпошлины по многим услугам. К тому же это серьёзная экономия времени. Недавно был в отпуске, возникла необходимость оформления загранпаспорта. Как обычно, пошёл в паспортный стол, оплатил госпошлину, отстоял много очередей, потратил очень много времени, а потом друг рассказал о портале госуслуг, что там есть возможность электронно это всё оформить, записаться на приём. Также есть мобильное приложение, ещё и, оказывается, есть скидка 30% на госпошлину. Было немножко обидно. В итоге загранпаспорт получил, но теперь буду на будущее знать, что есть такая возможность. Карина Баранукова уже не первый год пользуется порталом электронных государственных услуг и не понаслышке знает обо всех выгодах и привилегиях. Я уже не первый год пользуюсь порталом госуслуги. В этом году я делала загранпаспорт. Заполняете заявление, к вам приходит на почту уведомление, и вы приходите и просто забираете его. Это дёшево, и у вас остаётся очень много времени на другие дела свои. Чтобы получить скидку 30% на государственную пошлину, можно подать заявление в электронном формате через портал государственных услуг и оплатить пошлину в электронном виде. Для оплаты могут быть использованы либо банковские карты, либо электронные кошельки, а также счёт мобильного телефона. Сэкономьте время и деньги. Ринат Ибрагимов, Роман Баюра, Архиз 24. Обучение без ограничений. В Северокавказской госгуманитарно-технологической академии прошёл день открытых дверей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребят познакомились с профессиями, которые они смогут получить в академии. Рассказали, какие условия для учёбы и проживания созданы сегодня в образовательном учреждении. Продемонстрировали несколько мастер-классов, на которых побывала и наша съёмочная группа. Дизайнер, экономист или, может быть, юрист. Сегодня в Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии готовят специалистов по 40 направлениям. И на каждом факультете созданы все условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья, которых, к слову, в СКГТА сегодня уже обучается 180 человек. Во всех корпусах у нас установлены пандусы, есть установлены лифты. Вы прекрасно знаете, что у нас даже единственный бассейн, где дети-инвалиды могут поплавать наравне со всеми здоровыми детьми. Для детей, слабослышащих, у нас на лекциях, на практических занятиях всегда присутствуют сурдопереводчики, есть у нас оборудование и для слабовидящих. Ну, а с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется вот такой лифт-подъёмник. Вот уже четвёртый год подряд в академии проводится День открытых дверей для особенных детей. Им рассказывают о тех возможностях, что предлагает образовательное учреждение. Рамиль Наптугов пришёл сюда со своим классом. Сейчас он обучается в коррекционной школе и мечтает стать полицейским, хотя до конца ещё не определился. В академии ему понравилось, так что вполне возможно, именно сюда он и будет поступать. Я бы хотела девятый класс закончить, сюда бы в колледж поступить. Много людей, всё красиво, здесь своими руками сделаны, люди здесь участвовали, они молодцы. Сегодня в нашей республике большое внимание уделяют созданию единой образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всё больше общественных учреждений адаптируется по программе «Доступная среда». Ведётся подготовка специализированных педагогических кадров и учебных пособий. На сегодняшний день мы говорим о возможности каждого человека реализовываться, быть равноправным членом нашего общества. И именно в решении такого, будем говорить, такого и правового аспекта, и реализации, и культурного, и личностного смысла создаётся возможность получения образованием детей с ограниченными возможностями уровня образования высшей школы. Помимо знакомства ребят с действующими факультетами и предлагаемой образовательной программой, для них была подготовлена демонстрация работ факультета дизайна, а также проведено несколько мастер-классов. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архез 24. Накануне в зале Ставропольского дворца культуры и спорта Карачаево-Балкарское землячество организовало концертную программу для жителей и гостей краевой столицы, которые смогли познакомиться с богатой культурой и традициями карачаевцев и балкарцев, узнать общую историю их происхождения и присоединения к России. В фойе дворца культуры и спорта работала выставка картин с фамильными знаками, предметов быта, национальной дизайнерской одежды. А на сцене шли и вокальные и танцевальные номера, особый колорит, которым придавал видеоряд из горных панорам и старинных черно-белых фотопортретов. В завершении концерта весь зал стоя исполнил хором самую известную песню карачаевского классика Исмаила Семенова «Мингитау». «Выжить и спасти» – таков главный девиз профессии спасателей. Накануне в дружную семью МЧС по Карачаево-Черкесии вступили пятиклассники одной из школ Черкеска. Их посвятили в юные пожарные. И теперь они будут изучать основы спасательных работ и готовятся в будущем пополнить ряды профессиональных спасателей. О подробностях расскажет наш корреспондент. «Отряд, управляйся! Сильно! Клятка приготовься!» «Мы ученики средней общеобразовательной школы номер три, пятни юными пожарными». После того, как ребята произнесли слова торжественной клятвы, главный спасатель Карачаева-Черкесии вручил юным пожарным их собственное знамя. Отныне в этом классе помимо обычных школьных занятий будут проходить основы пожарного дела, приемы оказания первой медицинской помощи и другие профильные дисциплины. «Сотрудники нашего ведомства в течение всего учебного года планируют проводить в данном классе занятия, направленные на популяризацию защиты населения от пожаров». Пока это всего лишь дети, выстроившиеся на торжественную линейку. Но сотрудники МЧС, взявшие шефство над этим классом, уверены, что с годами ребята станут достойной смены своим наставникам. «От нас будут элементарные занятия проходить, общие, доступные для детей, по мерам безопасности. В основном уклон будет идти на пожарную составляющую». Поздравить ребят со столь значимым событием, как посвящение спасателей, пришли их мамы, папы, бабушки и сестры. Людмила Харцизова очень рада, что ее внук теперь в рядах юных пожарных. «Ну, когда уже здесь, в третьей школе, открылась МЧС-группа, мы его перевели сюда. И он с удовольствием относится, он любит эти машины, помогать, спасать. Он специально учился, научился плавать». После торжественной части юных кадетов познакомили со спасательной техникой и даже разрешили посидеть за рулем огромных пожарных машин. «Как я увидела пожарного, когда он ехал на этой технике, мне очень понравилось, я хочу стать пожарным». Школьники надолго сохранят в своей памяти сегодняшнее мероприятие. И даже если не все они в будущем пойдут по стезе профессиональных спасателей, тот багаж знаний, который они получат за годы обучения, станет для них хорошим подспорьем в жизни. Марьяна Ясинеева, Роман Баюра, Архиз 24. О пользе натуральных продуктов из Карачао-Черкесии. Наша землячка Полина Качива накануне зачатила в медицинской школе Гарварда научную работу, посвященную влиянию на здоровье традиционных кисломолочных продуктов. В течение трех лет группа наших ученых изучала влияние айрана, кефира и непастеризованного молока на микрофлор человеческого кишечника. И выявила немало интересных фактов. Оказывается, если постоянно употреблять в пищу молочные продукты домашнего приготовления, которыми богата Карачао-Черкесия, то характеристики микрофлоры будут сильно отличаться. Так учеными было обнаружено и описано более семи штаммов бактерий, которые нигде, более, кроме как на территории Карачао-Черкесии, не встречаются. А еще редкие виды лактобактерий, которые относятся к полезным пробиотическим культурам и положительно влияют на здоровье человека. Эти открытия уже заинтересовали крупных производителей, которые предложили коллегам из Карачао-Черкесии подумать над разработкой совместных проектов. Как и сама конференция называлась, кишечное здоровье, микрофлоры и пробиотики. То есть на всех данных конференциях основная их задача – это свести всех ученых непосредственно с производителями фармакологической промышленности или непосредственно пищевая. У нас есть второй проект, который касается именно непосредственно кефира, кефирных зерен. Мы сейчас активно ищем именно домашние кефирные зерна, чтобы провести метагеномные исследования. Потому что именно подобных примерно работ на данной конференции тоже было несколько, и они вызвали огромный интерес. То есть если получится продолжить в этом направлении, то я думаю, что это будет очень интересно, даже может быть более интересно, чем моя работа на данный момент. Дерево всегда играло важную роль в быту людей. Его обработкой человек занимается с самых древних времен. Из него делали посуду, домашнюю утварь и дома. Одновременно зарождалась резьба по дереву. И следует отметить, что это старинное ремесло не утратило актуальности по сей день. В мастерской одного из умельцев, который, применяя современные инструменты, возрождает этот вид народного промысла, побывала моя коллега Айгульбара Нукова. С деревом Азрета Айбазов дружил всегда. А побывав у умельца во дворе, понимаешь, что этот благородный материал отвечает мужчине взаимностью. Интересно, красиво, уютно и внутри дома мастера. Как человек, посвящающий себя творчеству, Азрет использует образы природы для воплощения своего замысла. Купил все это, что мне нужно, инструменты, фрезер самый основной, которую я делаю, насадки. И пошла потихонечку композиция. Голову приходит, то там, где находишь, где видишь, идешь поход с детьми, то попадает там змея, похожая, типа такое, дикобразная. И потихонечку я начал собирать, потом думаю, а почему мне не заниматься сувенирами? Ну, а сейчас для начала дело, посмотрю, неплохо идет. А потом же со временем, честно говоря, где-то я занимаюсь этими, если не соврат, лет 15 уже. Натуральное дерево – это в первую очередь качество, прочность, долговечность, эстетический внешний вид, ну и, несомненно, живое тепло. Наша страна богата лесами, и это дает народным умельцам возможность творить. Если взять дерево, это дуб, осина очень хорошая, потом идет, значит, бук, отлично. Сосна не слишком хорошо идет, потому что и береза хорошо идет, и ореховое дерево идет. А сосна, когда уже начинаешь делать, она же бывает такие, этот самый, уже как закончил, или скривляется, когда высыхает, или выходит оттуда, смола выходит. Поэтому я большинство работаю с осиной, работаю, осина, береза и букв. Вам приходилось, гуляя в лесу, разглядывать причудливые формы стволов, сучьев, пней, напоминающие фигуры животных, птиц, а то и людей. «Замысловатые образы моих работ живут в лесу и вдоль наших рек», – рассказывает мастер. Нужно лишь суметь их обнаружить. Именно все эти скульптуры, созданные фантазией природы и подмеченные внимательным глазом Азре Тайбазова, становятся материалом для очередного шедевра. Я с Карачаевска начинаю до Верхней Тиберде, подоль реки Тиберде, пешком и по берегу реки. И там я нахожусь не так уж, если попадается тысяч штук, с тысяч штук может попасть не меньше 50 штук, которые тебе нужны. Это первый мой маршрут. А второй маршрут с Карачаевска до Эльбрус, в сторону Хрузука. Иду тоже ищу, нахожусь. Каждая порода древесины имеет свои особенности. Каждая техника обработки – свои секреты. А сюжеты каждый мастер ищет по-своему. И за дня в день богатая фантазия Азрета подсказывает ему что-то новое. Когда начинаешь работать, если взять какую-то работу делать, сама по себе композиция идет. И так хочется эту композицию до конца посмотреть, как она получится. И вдохновляешь, и душа радуется. Азрет занимается резьбой немало лет. На его счету много работ. И это дает ему право покорять и другие грани декоративно-прикладного искусства. Не боится экспериментировать. Знакомится с разными материалами и техниками. Руки у Азрета, конечно, золотые. Плюс ко всему отличный слух и любовь к пению. И пока руки заняты делом, в голове рождаются песни. Если жизнь твоя мимо горы прошла, не бывал в горах никогда. Не поймешь любви, не поймешь тепла. И ушла в Кубань тебе ряда. Айгуль Баранукова, Заурлиев, Далиль Мирза, Станислав Сушков, Архиз 24. И в завершении выпуска хочу напомнить, что завтра в Черкесске пройдет республиканская сельскохозяйственная осенняя ярмарка, организованная Минсельхозом и Минпромторгом Карачао-Черкесии. Свою продукцию на ней представят как местные товаропроизводители, так и аграрии соседних северокавказских регионов. Ожидается, что на бывшем Тургеневском рынке завтра утром откроется порядка 220 торговых точек сельскохозяйственной и промышленной продукции, цена на которую будет ниже рыночная в среднем на 10-15%. Еще раз напомним, что традиционная осенняя ярмарка состоится завтра в Черкесске. На улице Ленина, 70, это бывший Тургеневский рынок с 8 утра до 16.00. Не пропустите. Такими на наш взгляд были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачао-Черкесия и на нашем канале Архиз 24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова